Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Еще один профессиональный военный у нас сегодня в студии Янис Адамсон Тоже в особом представлении не нуждается Депутат Сейма, добрый вечер Добрый вечер Да, много событий произошло Я знаю, что вы чуть-чуть приболели Не смогли прийти к нам в свое время в эфир Так что я рад, что вы уже в боевой форме Знаю, что много чего вы хотели нам рассказать Может быть сначала я начну Таких вот сегодняшних событий Примеру в Сейме Уже видимо по традиции Я так понимаю, что правящей коалиции Это понравилась метода, я бы так сказал В прошлом году в ноябре, когда рассматривался бюджет И вот закон о финансировании партии из госбюджета Ограничили дебаты до одной минуты Понравилось И сегодня, когда дело дошло до рассмотрения Весьма чувствительного вопроса об административной территориальной реформе Тоже сказали, что второй раз выходишь Одна минута Ну видимо на следующем этапе будет 30 секунд Чтобы депутат не успел добежать до трибуны А потом видимо 0 секунд Ну что там можно прокомментировать Во-первых, кого избрали, тех и получили Такая и власть у нас За кого народ у нас проголосовал Тут удивляться нечего Но другой вопрос Ответ очень простой Правящие круги очень опасаются, боятся одной вещи Что народ что-то услышит Кто-то будет слушать или смотреть дебаты Их можно просматривать в прямом эфире, в интернете И им нанесут политический вред И будет доказана их абсолютная несостоятельность То, что реформа нужна Мы поэтому и концептуально поддерживали Принятие законопроекта Я имею в виду согласия Согласия, да В первом чтении концептуально Да, реформа нужна Но когда начинаешь углубляться И Ребята, вы проводите территориальную реформу Все это правильно Замечательно Предыдущая реформа Это было из рук вон плохо, мягко говоря И принцип Мы возвращаемся к районному принципу Как он был, за исключением Рижский район Делится на отдельные волости Что тоже нормально Где-то какие-то корректировки нужно ввести Но Когда задаешь вопрос Министру образования Слушайте, а как реформа Вашинская Связана с реформой по поводу самоуправления Министру внутренних дел Министру обороны Любому министру Как они сопряжены Как они взаимосвязаны И есть ли точки соприкосновения Вы вообще садились Обсуждали этот вопрос Где будут школы Где будут полицейские участки И так далее А в ответ тишина Вы знаете Мы будем садиться Да Извините, ребята Вы уже законопроект Отдали в парламент А сейчас просто Это страх О том, что народ Вдруг что-то может понять Что с этой реформой И правильно в свое время Кстати, Сергей Долгополова высыпал В парламенте и говорил Что Так как она исполняется Эта реформа Это просто перекрашивание карты Латвийская карта А это не является реформой Потому что реформа Это общегосударственная Тогда Где учитываются интересы Всех министерств Всех самоуправлений И так далее И так далее Но, к сожалению Ни один из этих подпунктов Не осуществлен К сожалению Ну а что ожидать От людей Которые находятся у власти И на мой взгляд Вообще не понимают А что они там делают Это замечательный вопрос Вот Как вам кажется Вообще Вот эта злополучная система КОС Коэффициент обязательной закупки Или ОИК Он вообще будет ликвидирован Или нет Вот сейчас все радуются Что вот Часть депутатов От КПВ ОВ Внесло законопроект Который вроде предусматривает Если не ликвидацию То какое-то видоизменение Этой системы Дело в том Что От КОС Отказываться В полном объеме Нет необходимости Нужно Мухи отдельно Котлеты отдельно Да Провести просто ревизию Там где люди честно работают Да Сниженный КОС Он абсолютно Справедлив Но когда Подключается Аферист Один Госсекретарь у нас На комиссии Следственно высыпает Говорит Я задаю Элементарный вопрос В прошлом году Проведено Министерство Экономики Целый ряд проверок И говорю В результате По вашим данным 40 Как минимум 40 нарушений Сколько Документов Вы отправили В экономическую полицию Или в прокуратуру Чтобы возбудили дела По поводу Тех Нарушений Но понимаете Господин Адамсон Ответ Госсекретарям Понимаете Да все очень просто Мы обращаемся В полицию Или в генпрокуратуру Только тогда Когда есть Существенное нарушение Говорит Слушайте Хорошо Тогда объясните мне Что такое Существенное нарушение По вашим же данным Человек Сдал Электричество Латвенерго Больше чем он Производит Это как Это существенное нарушение Или нет Это фантастика Нет Это научная фантастика Я говорю Следующий Закон Предусматривает Элементарную вещь Что ты Продаешь Латвенерго Только излишки Сначала Себе на хозяйство Что тебе нужно А излишки Сдаешь Правильно Логично А как это Так получается Что большинство Ваших проверок Указано Что они Сдают Столько же Сколько Производят Это же просто бизнес Обычный Я говорю Где Контроль И всем чиновникам Я задавал Элементарный вопрос Бывшим чиновникам Примерам И так далее Я говорю Слушайте Все это Замечательно Мы можем Обсуждать Законы Правила Кабинета Министров Все Замечательно Я говорю Ну Основной вопрос Заключается Следующим А Вот он Вы все боролись Чтобы снизить Эти ставки Все замечательно Я говорю А где контроль Кто контролировал Кто проверял Кто отвечал За проверки Вы можете назвать Тут же Понимаете Тогда был Кризис У нас тут Людей не хватало Штаты Зарплаты Я говорю Слушайте Там Бывшие Нынешние Министры Бывшие Госсекретари Я говорю Слушайте А кто отвечает За политику Министерства Наверное Министр Так Согласно закону Да Я говорю А кто отвечает За финансовую политику Действительно Тоже Министр Кто отвечает За Центральный аппарат И штатную Рассановку Госсекретарь Кто-то из вас Когда-либо Обращались Под следующий вопрос Уже Бывшим примером Кто-то Обращался К вам По поводу Проблемы Что не хватает Людей Чтобы контролировать Данные закупки И их Правомерность Нет Камперс Бывший Министр Экономики Взял Я тут Обсуждал С коллегами На заседании Правительства Я говорю Слушайте Покажите документ Вы как министр Имеете право Объявить Что это Дело кабинета Министров Или ваше Хотя бы Письмо Премьеру Тогдашним Почему руководством Вы работали Что вот такие Такие проблемы А то что вы В туалете Обсуждали Так извините Это не считается Потом Господин Камперс Несколько раз Говорил Что Господин Анатолий Вам надо Срочно Вернуться В правительство И на весь порядок Наверное В качестве Шутки Я ему Ответил Что Если я стану Министром Вернусь На должность Министром Внутренних дел Некоторые Из присутствующих Просто сядут И надолго Да Это хорошо сказано А вот Тоже интересный вопрос Вчера По-моему Да Вчера было Большое интервью Нет Позавчера Было большое интервью По латвийскому телевидению Премьер-министру Калинча И он на все вопросы отвечал Ну знаете Ну вот за это Этот министр отвечает Хорошо работает За этот Этот Тоже хорошо работает И вообще В принципе Мы отлично Вообще справляемся То есть Я так понимаю Что им там Все хорошо А дело в том Что когда ты Ничего не знаешь И наше правительство Как раз И То есть Из-за Что они Понятия не имеют Чем они должны Заниматься И лезут В компетенции Друг друга Друг друга Там Подкалывает Кто-то Ноги на кресло Выставляет Чтоб кто-то Там Только не присел Которое ему Не нравится Кто-то Закрывает Министр Внутреннее дело Дегловский мост Вопрос Абсолютно Не в его Компетенции Тут Объявляет Вдруг Публичные Конкурсы На должность Начальника Госполиции Тут еще Какие-то Вопросы А То Чем они Должны Заниматься На мой взгляд Никто не знает Господин Борданс Может Разъезжать И сейчас Везде Высыпаю Говорит Это я Добился Того Что Господина Ламбергса Включили Черный Список Да Если И добился То Сиди И не Вякой Потому Что На мой взгляд Господин Борданс Господин Юрыш Это Вредители Нашего Государства Они Подсадили Наш Транзит На 50% ПЖД Упало Они говорят Что они тут Ни при чем Это Что это так Объективная Реальность Давайте Реально Вы Иностранный Инвестор Перегружали Через Рижский Или Венспилский Порт Других Национализировали За сутки За сутки Да Изменились Какие-то Правила Игры Вы Наверное Подумаете Да бог его знает Вроде как Ничего не меняется Но лучше Я уйду Там Где Действительно Соблюдать Законы По соседству Стабильность Да В результате Колопеды В Таллине Аплодируют Говорят Какие молодцы У нас-то Товар пошел Да Это Как можно Не уважать Своего государства Да Бог с ним С господином Ламбергсом Его вину Пусть определяет Суд Но Все эти действия Они попахивают тем Что Это также и намек У нас Депутаты Которые выданы Под На судилище Да Это намек Их судьям Слушайте Посмотрите Мы тут одного Олигарха Включили Список А Ну-ка Если неправильное решение Будет Так мы И Тут Можем Посмотреть То же самое Это намек И Судьям Которые принимают Решение По делу Ламбергса И так далее И так далее А решение Конституционного Суда По поводу Того что Депутаты Которые Выданы На уголовное Преследование Парламентом Да Что Они могут Исполнять Свои обязанности Ну Я вообще Не понимаю Я действительно Не понимаю Мне говорят Это демократия Я говорю Слушайте Какая демократия Демократия Полицейский Подозревается Правонарушение И он тут же Отстраняет От должности А может Он совершенно Невиновен Да Судья Полицейский Врач И так далее Против которых Даже нет Обвинения Но есть Подозрение Отстраняется Автоматом А тут Он может Вызывать На комиссии Любого Или На Министерство Любого Чиновника И Спускать Шкуру И Говор Или А еще Вызвать Представителей МВД Которые В отношении Него Проводили Расследование И сказать Вы что там Вы с кем Вы разговариваете То есть Потенциальный Преступник Руководить Государством У нас Могут Да А Другие Люди Нет Не могут В каком Государстве Мы живем Мне Очень тяжело Комментировать Ну вот Не хочется Молдис Государство Которое Принимает Абсолютно Идиотское Решение Те же самые Резолюции По Украине Очередные Которые Мы тут Приняли Недавно Тут опять Очередные Готовятся По поводу Аннексии Крыма И так далее Мы же должны Как-то Отреагировать Мимо Нас Не должна Ни одна Такая Тема Пойти Я Как-то Высыпал В парламент И Иззываясь Задал Риторический Вопрос Я говорю Слушайте Мы Порошенко Еще было Власти Я говорю В свое время Мы поддерживали Вы поддерживали Бывшего Президента Грузии Саакашвили Да Я говорю Вы поддерживаете Порошенко Да Я говорю Вот они Не стыкуют Сейчас Один против Другого Воюют Как Вы думаете Кого нужно Поддерживать Порошенко Или Саакашвили После этого Прошел Где-то год Я Такие же Риторические Вопросы Задаю Я говорю Слушайте Против На тот Период Против Бывшего Президента Порошенко Которого Вы тут Все поддерживали Возбуждено Тринадцать Уголовных Дел По Керчен По Происшествию Керченском Проливе Где Сразу Было Сказано Вот Я помню Когда Вы были В эфире Вы прямо Сказали Что это же Провокация Это Чисто Воды Провокация Так Против Него И возбуждено Уголовное Дело В связи С провокацией Против Отношения России Госизмени И так Далее И так Далее А где Наше Заявление Принимали Решение Когда я послушал Этих специалистов По международному Морскому Праву Которые Вообще Не знают Что есть Такая Международная Конвенция По международному Морскому Праву Да И не говоря О том Что Это наши специалисты Да Парламент Специалисты В кавычках Да Они не знают Об этом А им не надо И начинают Нести Абсолютную Ахинею Вот Тогда думаешь А куда же ты попал Если у нас Парламентарии Не совсем Умные Если у нас Правительство Ну Не знаю Если Премьер Может говорить Этот отвечает За этот А я тут Я вообще Сижу Тут руками Вожу Не руковожу А действительно Руками Разводит Компетенции Ниже Плинтуса К сожалению Сейчас Новая Администрация Которая Пока Распущена Рыжеская Дума Заключает Сделку С Министерством Развития И окружающей Среды О том Что Вы знаете Мы там Подправим Но Вы главное Отзовите Заявление Из Конституционного Суда Чтобы Суда Не было А то Нас Осудят Да Если Парламент По выдуманным Причинам Может Принять Решение О том Что нужно Распустить Рыжескую Думу Основывается На том Что В Риге Кризис По поводу Отходов Ну Извините Если Было Сказано В Риге В Рыжеской Думе Коррупции Раз Два Три Четыре Пять Не вопрос Но Так как Коррупция Не упоминается Ни разу Ни в одном Документе Я кстати Поэтому Когда был Законопроект Рассматривали Поэтому Внес Предложение Что Рыжескую Думу Надо Распустить В связи С тем Что Национальное Объединение В свое время Приняло решение О распуске Рыжеской Думы Ну Там Хоть и бумажка Есть Под этим А Под Всем другим А по поводу Коррупции Если Есть Коррупция Ребята В вашем Видении Все Силовые Ведомства Кнабы Сабы Полиция Безопасности И так далее И так далее Да Пожалуйста Вы руководитель Вы руководите Политич Осуществляет Политическое Руководство Ничего Там Особо Не двигается Тогда Что Или Коррупции Нет Или Вы сами С ними Вместе Этим делами Занимались Да А третье На мой взгляд Не дам И Эти Процессы По поводу Вот Допустим Сейчас идет Процесс По поводу Восстановления Должности Нила Ушакова Да Ну Выиграет он Суд На какую Должность Спустя год Куда Его восстановить И Дума уже Нет И вообще Ничего Нет Я не говорю Там Рыжская Дума Своих Тараканов Тоже Хватает И на мой взгляд Нил допустил Самый большой Ошиб Который Можно Допустить Руководитель Помните В советское Время Была поговорка Говоря о капиталистах Как они подбирают Руководящий Кадр Какой Компании Нужен Президент Они Выбирают Кого-то Так Сажают Он там Полгода Год отработал Потом Его отправляют В отпуск На 3-4 месяца Если компания Все рушится Без него Его тут же Автоматически Увольняют Если Компания Без данного Президента Руководитель Продолжает Эффективно Работать И действовать Ему Добавляют Зарплату Да Что он Смог Организовать Работу Данного Предприятия Таким Образом Что Без одного Человека Она продолжает Функционировать К сожалению Рижская дума После того Как ушли Два руководителя Этого Не произошло Но С другой стороны Надо было И понимать Нашим ребятам Рижской думе Элементарную вещь Что противодействие Очень сильное И единственная цель Это Пройти к власти Рижской думе И цель Это деньги Это Реал Балтик И так далее И так далее Больше ничего А вот Делить Деньги Для себя Они всегда С удовольствием Наш правящий элит Я имею ввиду Ах вот так Политическая А вот Тоже интересно Как мы знаем Вот эта Бескомпромиссная Законность У нас тут Царствует в стране Ну как она Вы уже чувствуете Эту бескомпромиссную Законность Которую господин Борган Бескомпромиссная Беззаконность Вы хотели сказать Ну я просто цитировал Министра Рою Нет Чтобы быть Абсолютно Точным То это бескомпромиссная Беззаконность А какой законность Мы говорим Если Те деятели Которые Должны Ратовать За процветание Нашего государства Делают все Чтоб Это государство Пошло ко дну Иногда Кажется Что Ты уже Достиг дна А вдруг Снизу Вдруг Вдруг Еще Постучали Об этом Мы тоже Поговорим Янис Адамсон На студии Депутат Сейма Прервемся Буквально На пару минут На рекламу Не переключайтесь Продолжаем Работу Прямого эфира Янис Адамсон На студии Депутат Сейма Этот вопрос Я многим пытаюсь задать Я понимаю Что он тоже В какой-то степени Элитарический Из той области Которую вы любите Иногда задавать Действительно Мы видим Что сейчас происходит В транзите Ну кастрофическое падение Грузопотока Грузооборота В портах По железной дороге Мы видим Что произошло С нерезидентским Банковским бизнесом Его тоже больше нет Президент Латвии Не знаю С радостью Или как Сказал Ну не-не-не Мы больше не мост Между востоком И заводом Не-не в коем случае Так вот Возникает у меня Это Ринкевич Сказал Ринкевич И господин Левиц Тоже Вчера подтвердил Что забудьте Забудьте Это не мост В связи с этим У меня такой возникает вопрос Может быть наивный А как мы будем зарабатывать Может быть у нас есть Какой-то ноу-хау Вот О котором мы еще не знаем Вот как мы будем Зарабатывать Тем более Что еврофондов Будет меньше Во-первых Мы реально сможем Их Осваивать только В середине 22 года Их будет меньше Минимум на 1 миллиард 200 миллионов Возникает такой вот Наивный вопрос А как мы будем зарабатывать Может быть у вас есть ответ Может быть вам Коллеги Из правящей коалиции Что-то рассказывают Все им У меня лично И у членов нашей фракции Нашей партии Есть видение Как мы можем зарабатывать И что нужно делать Ну это же ваше видение Правящих не интересует А у правящих Нет Они Однодневки День прошел И хорошо А думать о том Что будет завтра А зачем Завтра придет Подумаем А что нужно сделать Ничего не сделаем Ну и бог с ним То что касается Транзита 40 25 50 процентов Сокращается Количество работающих И в портах И на ЖД И это еще Не конец По всей видимости Да И Премьер говорит Нет У нас все Хорошо Господин Президент Может заявлять О том Что Извините Мы больше не мост А кто взорвал Этот мост Мы Собственными руками Это сделали Стали послушными Игрушками Транснациональным Компаниям Которые здесь Шуруют Хохотят Наши правящие Послушные Игрушки В руках Представителей Фонда Сороса И Ничего Не стесняется Все Осуществляют Прекрасно Да В кавычках Да А что делать У них понятия нет Неоднократно Тот же самый Ивар Зарнич Выступал С трибуны парламента По поводу этого Кос Говорит Обратитесь к нам Мы вам скажем Что нужно сделать Чтобы этот бардак Прекратили Или по другим Экономическим вопросам Через некоторое время Проходит год Полтора Два Они приходят К тому же самому Знаменателю О чем мы предупреждали Но время упущено Деньга упущена Да Выгода тоже упущена Сейчас С тяжелой техникой Народ Выезжает На улицы На шоссе Пикетируют У парламента Думаете Правящих Это как-то Подстегнет Нет Пойдут Новые выборы Опять же Будут кричать Русские Идут У нас Угроза С востока Давайте Нет Нет Давайте Голосуйте За нас Мы конечно Тупые Но мы надежные Надежные Для кого-то Может быть И да Но То что У нас У правящей элиты Присутствует Абсолютный Тупизм Я лично Не сомневаюсь Он проглядывается Ежедневно Во всех Действиях Да В результате Мы видим Что Вот это Капитальный ремонт В финансовой сфере Привел к тому Что я Слышу Сплошь и рядом От латвийских Бизнесменов Замечу Не от каких-то Российских И других Заморских О том Что Счета закрываются Счета не открываются Как вести бизнес Что это Это капитальный ремонт Я не буду Называть Компанию Но У нее Оборот составляет Свыше Ста миллионов Как минимум Больше Намного больше Просто я не буду Называть Точные цифры Это инвестор Который Занимается Переправкой Грузов Через Рижский порт Да И Вдруг Им закрывают Счет Банки Выдвигается Требование Он обращается Другой банк То же самое Они Уезжают В Швейцарии Проводят Консультации И После этого Оттуда Звонок Слушайте Мы с удовольствием Вас будем Обслуживать Откроем Вам счет Ну Ввиду того Что у вас Бухгалтеры На латышском языке Очевидно Мы подыщем Мы пришлем Вам Специалиста Экономиста Бухгалтера С хорошим знанием Латышеского языка Вы только Оставайтесь Нашим клиентом Это я понимаю Борьба За деньги За клиента А наши Странные они люди Там в Швейцарии Честно Наши Расси Спихнули Да Как можно Гордиться О том Гордо Заявлять Мы Благодаря Нашим действиям 10 10 с половиной Или уже 11 миллиардов Уже почти 12 миллиардов Да Ушло Ушло И говорит Эти деньги Все Они Грязные Ну Я не уверен Во-первых Что все они Грязные Во-вторых Ребят А как вы проверяли Грязные или нет И стоила ли Овчинка Вудилки Не Не знаю У нас Скоро Был последний Наш Банк АБЛВ С латвийскими Корнями Ну и остались Несколько маленьких Банков Сейчас Уже Поговаривают Что Из центра На Европу Какой-то Банк Войдет Но надо Понимать Что Эти банки Не будут Работать В интересах Нашего бизнеса Они прежде всего Будут работать В интересах Своего Государства И Во-вторых Основные налоги Они Будут платить По месту Пребывания Или Другой вопрос Уже Несколько лет Назад У нас Крупная Компания Открывает Филиал В Эстонии И Практически Переводит Свою деятельность В этом мероприятии Участвует Также Принимает Участие Бывший Президент Говорит Латвия Говорит Ой как Хорошо Ребят Что ж Хорошего Если Бизнес Убегает От нас Если Те же самые Тарифы По электричеству Для бизнеса Это Хуже Смерти А у нас Господин Каренш говорит Да конечно Все хорошо Прекрасный Маркиз Кто-то Отвечает За это За это Никто В итоге С них Не спрашивает Потому что Спрашивать Надо быть Самому Более-менее Компетентным В этих Вопросах А так Конечно Можно Спихивать А я то Что Я то Хороший Кот Ляпорт Будем Жить Дружно Давайте Да Вот Еще Такой Вопрос Который Хотел Задать Латвия Среди Стран ЕС Как выяснилось По подсчетам Тратит На оборону Больше Всех Практически Я не имею Ввиду Германию Но Видимо Процентуально Душ Население Такое Было Результат Исследования Все таки Вы как Профессиональный Военный Что вы считаете Какие траты Нужны Какие траты Не нужны Что дает Безопасности Те или иные Траты Ну во первых Я считаю Что Любой международный Договор Любой закон Он должен Должен Исполняться Или Появляться Какие-то Дополнения К этому Договору Согласие Обоих Сторон Преступление НАТО Мы взяли На себя Обязательство Автоматически Что На оборону Мы будем Тратить Не менее Двух Процентов Не менее Сейчас уже Периодически Господин Пабрикс Говорит Что надо Еще больше Тратить Два Комната А я Господин Пабрикс Задал вопрос Не вопрос о том Что давайте Тратить больше А куда Когда я задал Господину Пабрикс На заседание Комиссии Элементарный вопрос Я говорю Слушайте Идет обсуждение Бюджета Я говорю Слушайте Вот по вашему Бюджету Вопросов нет У вас колоссальный Прирост Да Я говорю И господин Пабрикс А вот При том Что у вас Колоссальный Рост Бюджета У вас Повышаются Зарплаты На какое Влияние Вы планируете Оказать На развитие Народного Хозяйства При вашем Увеличенном Бюджете Ответ Был Краше Не придумаешь Ну как Господин Анатолий Как вы Не понимаете У нас Повышается Заработная Плата Мы будем Платить Больше Налогов Это наш Клад Развития Народного Хозяйства Я думаю Вот мне Такой вопрос Как министр Задали Я тут Разошелся Как мы Будем Строить Дороги Пограничные Мосты И так далее Как это Можно Обосновать Как мы Поднимем Медицину Создадим Отдельный Госпиталь Где все Служивые Люди Могут Прийти Прокуроры Полицейские Военные И так далее Да Может быть Еще Вы Сказали бы Как будем Зарплатой Медиков Которая Я так понимаю Правящая Коалиция Просто кидала Простите За это выражение Так это Их Хобби Обещать Не означает Выполнять Да И Человек Которому Задают Такой вопрос Да Он не знает Ответа Он Вместо того Чтобы говорить Слушайте Мы будем Развивать Ремонтные Мастерские У нас Есть Техника Нам нужны Специализированные Мастерские Да Мы должны Можем там По разным Программам Войти И Создавать Рабочие Места Нет Почему нет Да потому что Понимания Элементарного Нет А чем Должен Заниматься Министр И чем Заниматься Министерство Обороны И то же самое Мы можем Перечислять Всех Остальных Министров Да Мы можем Только кричать Когда нам Говорят С Вашингтона Крикнули Говорят Ну-ка Гавкайте Мы гавкаем Принимаем Очередные Резолюции То что касается Россия До России Ни тепло Ни жарко От этих Резолюций Но Да сколько Можно Да Это идиотизм Ну и вот Последний Нюанс Многие Пропустили Но я как Военный Тут же Зафиксировал У нас уже Сколько лет Пять лет Прошло После сбитого Боинга Донбасс Сбили Сбили Самолет В Иране Тут же Последовало Заявление О том Что Самолет С американской Стороны Что самолет Сбит Иранскими Ракетами И Выкладку Выдали Ребята А где же Ваши выкладки По сбитому Боингу В Донбассе Очевидно То что Вы их Не даете Эти выкладки Хотя Спутник Там летает Дай Боже Да Означает Только одно Что вам Не выгодно Чтобы Публично Об этом Заговорили Если Вернемся Опять же Назад Да То после Аннексии Крыма Когда Крымчане Изъявили Желание Войти В состав РСФСР Да Санкций Не было А санкции Последовали Именно После Сбитого Боинга Дальше Опять же Если Посмотреть На всякие Теории Заговоров Да Дело Скрипали Да Солсбери Там Какая-то Лаборатория По созданию Бактериологического Оружия Китай Может быть Презадумывается А кому Это выгодно Может Это не случайность А какая-то Закономерность Какие-то Процессы Направленные Прошли Трудно Ответить Нехватка Информации Но задумываться Надо И тогда Может быть Получим Какие-то Качественные Нормальные Ответы Да Вот Возвращаясь Все-таки Назад Может быть С того С чего Мы начали К роспуску Ильичской думы Вы Сейма Смотрели За работой Или не работой Какие-то Эмоции На ваш взгляд Все-таки Это правильное Решение Распустить Рижскую думу Рижскую думу Ну во-первых Я абсолютно Согласен С руководителем Партии Янисом Рубановичем Что Нашим Представителям Рижской думы Против которых Там Есть Подозрение Что они Там Замешаны В одном Другом Или Третьем Деле Им не следовало Баллотироваться И вообще Никто из этих Ребят Не должен Баллотироваться Потому что Они тоже Сопричастны В принципе Виновны В том Что Рижскую думу Нашли Как Распустить Да Это Целенаправленная Работа Правящей Коалиции Парламентской Да Но если Ты поддаешься Под эти Все провокации То сами Виноваты То что Они будут Всем было Абсолютно Понятно Если Мозгов Не хватает Что Чтобы Это понять То Ребята Тогда Уходите Но Там Есть И целый Ряд Других У нас Нормальных Толковых Людей За которых Судовосим Я бы лично Проголосовал К сожалению Я не Рыжанин Да Вот Раз уж Вы упомянули Согласие Может быть Несколько Слов О вашей Партии Был Мы помним Осенью Пошлего года Большой Конгресс После этого Партию Возглавил Янис Рубанович Какие перемены Вы сами Чувствуете Какие уже Наступили Может быть Какие Вы ждете Перемены Происходят Они Происходят Очень Постепенно Нужно Решать Целый ряд Кадровых Вопросов Это Тоже Происходит Но Очень Многие Вопросы Были Запущены И Сейчас Надо Их Исправлять И У Яниса Рубанович Очень Большой Опыт Административная Работа И Предыдущая Жизнь Можно Так Сказать И Я думаю Что Согласие Никуда Не денется Как бы Наши враги Этого Не желали А мы Только Окрепим Потому Что На фоне Этого Идиотизма Что происходит Тут Ну Не знаю Они В принципе Сплачивают Наши ряды И им Спасибо То есть Они сами Помогают Они Сами Помогают Потому Что Роспуск Корриджеская Дума Ну Не любые Идиоты Понятно Причем Тут Мусор Да Уж Что Что Мусор Вывозится Да Мусор Вывозится И соглашение И соглашение Новое Будет Очевидно Подписано С теми Самыми Да Там Есть Планы У наших Бескомпромиссного Беззакония Вообще Убрать Людям Которые Проезжают Давайте Дождемся Решения Суда И потом Делать Какие-то Выводы Дай бог Чтобы другие Олигархи Сделали Так много Для своего Города Как Сделал Господин Лэнберг Для своего Города Для развития Того же Самого Венспилса Я помню В 92 Году Когда я Приезжал Венспилс Я за километры До воинской части Которую мне Надо было Принимать Оставлял машину Потому что Боялся Что колеса Отлетят Кроме шуток Да Кроме шуток Реальный Реальный Случай Да Там Такие Колдовины Были Что В центре Венспилса Да В центре А сейчас Венспилс Не узнать Все Хотели Давным-давно Скинуть Лэнбергса Лишь бы К этой Кормушке Попасть Не знаю Там Есть ли у Лэнбергса Правонарушение Или нет Пусть разбирается Суд Но То что Он сделал Для Венспилса Представители Венспилса Это видят То что У него Есть определенный Авторитет Нашему государству В целом Это тоже Показывает Сатистика Да Он по моему Занимает второе Место по доверии После президента Ну Господин Олевец Ну У Лэвицы Есть куда Еще скатываться После Всяких Его Заявлений То есть Вы пока Не видите Что он Становится Вот Как он сказал Президентом Для всех Латвийцев Когда он Вступал В права Президента Ну Если Ну Как я могу Высыпать От имени Всех Латвийцев Если я Начинаю Кошмарить Одну Или Другую Народность Или Принимать Подписывать Законы Которые Априори Неправильные Или Когда Оппозиция Пишет Говорит Слушайте Бюджет Такой Такой Это Нельзя Его Подписывать Он Он Пишет В ответ Всем Парламентариям Да Согласен Там Неправильно Вот Это Надо Все Устранить А Я Объявляю Закон Ну Какое Доверие У меня Лично Нет У меня Всякое Доверие Пропало В принципе В ближайшие Месяцы После Его Избрания Я Сужу Не по Словам А Стараюсь Судить По делам Ну Что Посмотрим Как Дальше Будет развиваться Событие Янис Адамс Грустного Нам Не будет Это Точно Большое Спасибо